Слово 11 стих Иоанн называет это чудо началом знамений Помните, мы с вами говорили о том, что Иоанн использует свое особое слово Он называет это не чудесами Он называет именно знамениями Почему Он называет это знамениями, а не чудесами? Потому что Он говорит следующее Иисус не просто невероятные дела совершает Иисус пытается что-то донести Пытается что-то сказать Открыть, кто Он такой Чудеса Это лишь проводники Его слова Лишь декорация для Его дел Чудеса Эти невероятные события Лишь подтверждают, кто Он такой Его называют Женихом Его называют Это слово применительно к Иисусу мы находим в Евангелии от Иоанна 3.29 Именно жених Должен был позаботиться о том, чтобы на свадьбе, на брачном пиле было вино Естественно, он с удовольствием ставил вино Потому что ему доставалось нечто большее Ему доставалась невеста, жена Иисусу невесты не досталось Иисусу невесты не досталось Писанием Незнакомых с Библией Книга эта называлась Кот да Винчи Дэн Браун в неистовстве своего богохульного творческого воображения Сделал некоторые совершенно невероятные предположения По поводу жизни Господа Иисуса Христа Не был Иисус женат Вчера мы сказали о том, что Иисус родился от Девы, потому что Отец у Него уже был И есть еще одно Иисус не был женат, Иисус не женился, потому что Он уже был помолвлен Помолвлен Он был с церковью, не телесно, но духовно А жених заботится о вине Еще пара наблюдений Я сказал, я сделал очень важное замечание, хорошее замечание по поводу Марии В католическом богословии, говоря о Евхаристии, делается утверждение, что в момент В момент Евхаристии вино перевоплощается, вино реально становится кровью Иисуса Христа А хлеб становится телом Христовым Наши друзья, и католики, и православные, делая такое утверждение, говорят нам Неужели вы не верите? Неужели вам не хватает веры Предположить, что такое чудо действительно происходит? Веры-то нам, конечно, хватает, не в этом дело Но смысл чудес в том, что чудеса происходят зачем-то В Библии действительно мы находим описание чудес перевоплощения Помните о том, как во времена Моисея воды реки Нил стали кровью? И более того, есть подтверждающий момент В этом чуде есть подтверждающий момент Когда вода становится кровью, рыбки погибают и всплывают брюхом вверх Здесь в Евангелии от Иоанна еще одно чудо превоплощения Вода превоплощается, вода становится вином И гости брачного пира говорят, ничего подобного мы никогда раньше не пробовали Но во время Евхаристии таких подтверждающих моментов нет Это чудо ничем не подтверждается Ничем не подтверждается чудо, потому что и подтверждать нечего Само чудо не происходит Заметьте, пожалуйста, также, что Он сохранил лучшее напоследок, до последнего момента Для тех, кто напился, потом уже совершенно все равно, что им подносят, хорошее вино или бурду, они уже не различают Иисус лучшее сберег напоследок Дьявол же поступает наоборот О самом тяжелом, о самом страшном он не говорит Сначала он расточает самые заманчивые обещания Дьявол предлагает своим последователям предаться плотским удовольствием, ничем не ограниченным плотским удовольствием Но ничего не говорит о болезнях Не предупреждает о нежелательных беременностях О психологических ранах аборта Ничего не говорит о том, как трудно потом научиться любить одного человека, если любовь уже разбазарил на многих любовников И не напоминает дьявол известные пословицы «что посеешь, то и пожнешь» Когда человек потом только молится «Господи, пусть мои дети не совершают тех же ошибок, которых я наделал в молодости» Ни о чем таком дьявол не говорит Это очень интересно, что между богами старого мира, богами греков и романами Даже в мифологии, греки и романами не могли даже представить подарок от своих богов, который не получил негатив А подарок, который не получилось плохим в конце Вот что интересно В греческих и римских религиозных поверьях не было и мысли о том, что боги могут дать дар без подвоха Любой дар богов, каким бы красивым и желанным он ни казался, в конечном счете содержал в себе подвох Венера, богиня любви, обещает Парису, троянцу лучшую, самую красивую женщину в мире Обещает и выполняет свое обещание, эту самую красивую женщину в мире зовут Елена Парису только забыли сказать, что Елена уже замужем И Парису забыли сказать, что муж Елены великий воин И Парису забыли предупредить, что и все друзья мужа Елены тоже великие воины И Парису забыли сказать о том, чем все кончится Что настанет день, когда тело, безжизненное тело Париса сбросят с троянской башни Собственно говоря, все начиналось с женщины окончится смертью Боги, античные боги обещали царю Мидасу золотое прикосновение Все, к чему он прикоснется, превратится в золото Хороший подарок, правда, да? Вот Мидас тоже подумал, что хороший Потом все оказалось иначе Хотел покушать, взял хлебушек, хлебушек превратился в золото Обнял дочурку, дочурка стала золотой, буквально Так всегда с дьявольскими подарками Бумажка красивая, упаковка приятная, а что дальше? С Богом все совершенно иначе Бог сразу предупреждает обо всем самым неприятным Бог говорит, чтобы идти за мной, нужно пройти через крест В Евангелии от Иоанна 16 глава он предупреждает, что вас будут убивать и убивая вас будут думать, что служат Богу Если ненавидят меня, то будут ненавидеть и вас, говорит он Он говорит, что всякому, кто хочет жить благочестиво во Христе, предстоит пострадать от гонений А мы слышим это сразу, эти предупреждения, мы слышим сразу, когда еще только готовимся пойти за Христом И давайте поймем смысл этого с самого начала Вместе с группой других христиан я сейчас провожу занятия на Ближнем Востоке в одной из стран Ближнего Востока с группой молодых христиан, которые хотят стать, собираются стать пасторами Они отлично понимают, где живут, они отлично понимают нравы своей страны Они знают, что стать христианином, христианином для них значит потенциально пожертвовать жизнью Они отлично это понимают, и они понимают, что так собственно говоря и устроено И они говорят, ну раз Иисус умер за нас, то почему бы нам, если понадобится, не умереть за Него? Более того, их очень удивит, если Бог им не даст умереть за веру, потому что они постоянно ожидают смерти Они замечают, что Иисус предупреждал, да так и будет, Он никогда не скрывал от них такой перспективы Но практически ничего не говорится о том, как будет здорово Конечно, тут и там разбросаны указания на это, например, Иоанна 1, 51 Павел говорит в 1 Коринфянам 2, 9 О том, что не видел того глаз и не слышал того уха, что приготовил Бог для тех, кто служит Ему Конечно, да, с другой стороны, конечно, мы получаем... Мы видим небольшие искорки той грядущей славы, которую открывает нам Святой Дух Но все же Бог лучшее сохраняет напоследок В этой жизни нам приходится нести потерю В этой жизни боль и страдания Последователю Христа надлежит пострадать, и пусть вас это не удивляет Но предлежащая нам слава, слава, в которую предстоит войти, она стоит того Еще одно В завершении нашего разговора о первом знамени в Кане Галилейской Я вам говорил, рассказывал о том, что Иисус принял крещение и потом пришел в Галилею А на крещение Он пришел после того, как выстоял искушение Итак, Он идет из пустыни на брачный пир и ведет с собой пятерых учеников В пустыне Он отказался вкусить хлеб, когда ему сатана предлагал, несмотря на то, что Он уже 40 дней постился Я не могу это доказать, но могу предположить, могу высказать свое мнение о том, что самое важное в Ветхом Завете Самое важное в Ветхом Завете, во-первых, то, что весь Ветхий Завет указывает на Христа Помните, я говорил о том, что Ветхого Завета, одного Ветхого Завета, без ссылок на Новый Завет, вполне достаточно, чтобы показать любому иудею, любому еврею, что Иисус Христос действительно Мессия Итак, самое важное в Ветхий Завет, весь Ветхий Завет указывает на Христа И это бесспорно, но споры возникают в связи со вторым утверждением, которое я хочу сейчас озвучить Что же второе, по важности в Ветхом Завете, по этому поводу единого мнения нету В моем мнении это так Второе, по важности в Ветхом Завете, что Адам и Ева не ели фрукт, потому что они были голодными Я же считаю самым вторым, по важности в Ветхом Завете, вот что Адам и Ева вкусили запретный плод не от голода Давайте это поймем, они вкусили плод не потому что им кушать хотелось Потому что деревья в саду было полно, покушать было более чем достаточно Они вкусили плод, поверив обману, поверив ложному утверждению о Боге Поверив ложной картине Божьей сущности, Божьего характера Поверив, что Бог действительно что-то хочет от них утаить Что Богу нет дела до их подлинного благополучия Первый Адам подвергся искушению в саду Второй Адам подвергся искушению в пустыне Первый Адам согрешил на полный желудок Второй Адам отвернулся от греха, голодая Первый Адам получил розы без шипов Второй Адам получил колючки без роз Без хлеба нельзя Нужен человеку хлеб, особенно тому человеку, который 40 дней не ел Без вина можно обойтись Особенно для тех, кто уже пил вино Помните, что ведь дело не в том, что они забыли вино поставить вообще Они просто уже все выпили Христос отказывает себе в необходимом, давая другим излишнее, роскошное Таков Он, наш Спаситель Таков Он, Которого мы любим и Которому служим И мы, христиане, уподобляясь Ему Уподобляемся как раз тому, кто готов отказать себе в необходимом для того, чтобы дать что-то Дать, может быть, излишнее другим Давайте же с радостью, с восторгом принимать тот факт, что Бог такие сокровища, такие богатства приготовил нам, верующим людям Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской И явил Славу Свою И уверовали в Него ученики Его Прежде чем сказать то, что мне предстоит сказать, хотел бы сразу заметить Я не пью спиртного Я также детей учу не пить спиртного Но при этом скажу вот что Есть христиане, которые Своей задачей в мире считают Превращать вино обратно в воду Не так это Не так это Генри Минкин, известный неверующий писатель, журналист в Америке Скончался он в 1956 году Известен он был как враг христианства И Минкин сказал такие слова А пуританин Это человек, который постоянно, каждую минуту, каждую секунду живет в страхе, что кому-то где-то прямо сейчас на земле может быть весело Таких христиан на самом деле полно Христос был не таким Томас Макколли, известный писатель 19 века Говорил так Пуритане выступают против медвежьих боев Были ведь, друзья мои, такие Не потому что медведям больно, а потому что зрителям весело Вот как воспринимает мир верующих людей Людям кажется, что верующие хотят лишить окружающих удовольствия Потому что удовольствие по определению греховно Я бы хотел кое-что сказать очень четко, очень аккуратно, но весьма почтительно Мария фактически сказала Иисусу следующее Вино у них кончилось Кончен бал 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 продолжается, сказал Иисус и обратил воду в вино Вечеринка кончилась и Иисус пришел Нет, ничего подобного Иисус пришел, вечеринка только начинается Давайте помнить об этом Давайте воплощать это в жизнь там, где мы живем Чтобы не становиться такими карикатурами на христиан, о которых говорили Минкин и Макколлен Поддержите ТВ-семинарий Молитвой и Финансами Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой Так думают многие и хорошие проекты перестают существовать Поддержите наш проект Молитвой и Финансами Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tv-семинарий.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарий Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...